Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Разбил камеру, забрал кассовый аппарат и сигареты. В Гомеле мужчина ограбил киоск. Оказали помощь рыбаку. Работники освода провели операцию по спасению мужчины на льду. Отголоски войны. В 300 метрах от заправки найден схрон немецких боеприпасов. Железная дорога. Зимой еще опаснее. Последние трагедии и уроки безопасности. Рейд с МЧС. О соблюдении противопожарных требований в кафе и ресторанах. Репортаж Вероники Гомзюковой. Как сложился 2020 год для спасателей региона. Работа в Крещенские морозы и празднование Дня спасателя. Об этом интервью начальника Гомельского областного управления МЧС Сергея Дичковского. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. На пожаре в агрогородке Еремина Гомельского района травмированы мать и ее двое детей. Возгорание произошло внутри дома на втором этаже. Жильцы покинули здание самостоятельно, а женщина, ее сын и дочь были госпитализированы с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Вероятная причина возгорания – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Гомеле 40-летний житель областного центра в торговом киоске разбил камеру, похитил кассовый аппарат и сигареты на 1500 белорусских рублей. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело. Оказалось, мужчина находится под подпиской о невыезде и подозревается в совершении аналогичной кражи в Гомельском районе. В Хойниках нетрезвый мужчина оказал сопротивление милиционеру. В одном из баров райцентра проводили свободное время двое жителей Лельчиц. После полуночи мужчин попросили покинуть заведение. Однако 34-летнему гостю это не понравилось, и он набросился на хозяина бара. Мимо проезжали патрульные, которые попытались разрешить конфликт. Но гость оказал сопротивление и ударил сотрудника милиции. Посетитель бара задержан, возбуждено уголовное дело. Смекалка помогла зарабатывать на краже солярки, но довела до уголовного дела. В Мозорском районе два тракториста и водитель грузовика получили на излишках топлива не только дополнительные деньги, но и претензии представителей закона. У первых двух смекалистых агрария в ходе проверки было обнаружено более 800 литров топлива, у еще одного порядка 250. Трактористы накапливали излишки горючего за счет того, что пахали плугами почву на глубину меньше требуемой, а водитель Мазан накручивал на спидометре километраж. Общий ущерб составил более 1800 рублей. В добруше у мужчины случился сердечный приступ на зимней рыбалке. На берег его вытаскивали работники освода. Утром 13 января, находясь на льду реки и путь при ловле рыбы, одному из мужчин стало плохо. Другие рыбаки вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли выйти на тонкий лед. Помогли спасатели освода. Им удалось вытащить рыбака на берег и передать в руки медработникам. В Гомель с грузового МАЗа на ходу выпали три бетонные плиты перекрытия, которые стали преградой для ехавшей позади легковушки. Происшествие случилось на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко. Госавтоинспекторы составили на нарушителя три протокола. Длинномер перевозил груз, не имея страховки гражданской ответственности. К тому же плиты не были надлежащим образом закреплены на прицепе. Гомельскими пограничниками совместно с группой разминирования войсковой части 55-25 и сотрудниками Хоникского районного отдела внутренних дел обнаружены и обезврежены немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны. В лесу недалеко от населенного пункта Майский Брагинского района, в 300 метрах от автозаправочной станции, обнаружено большое количество взрывчатого вещества и снарядов. Бойнослужащие изъяли 547 тротиловых шашек германского производства общей массой более 100 килограммов. Противотанковую мину, артиллерийский снаряд калибром 75 миллиметров и 5 артиллерийских взрывателей. Проводятся мероприятия по их утилизации. Железнодорожный, удобный и востребованный вид транспорта. Каждый день поезда перевозят сотни тонн грузов и несколько десятков тысяч людей по всей стране. При всех очевидных плюсах поезда, да и сама железная дорога всегда являлись источником повышенной опасности. Уже в 2021 в Гомельской области зафиксировано два случая попадания людей под колеса железнодорожного транспорта. Не обошлось без жертв. О происшествиях этого года и статистике прошлого в следующем материале. Несчастный случай со смертельным исходом произошел ночью 6 января в Жлобинском районе на перегоне Жлобин-Подольский-Мормаль в полутора километрах от деревни Солоное. Около 2 часов 30 минут ночное время машинист грузово проходящего поезда обнаружил данного гражданина, то ли сидящим, то ли наклонившимся сбоку от пути. Сообщил о происшедшем диспетчеру и выехавшие позже железнодорожники обнаружили данного гражданина с признаками железнодорожного травмирования, была травмирована голова. В настоящее время следователями устанавливается обстоятельство получения данным гражданином травмы и как он там оказался. Мужчина был обнаружен примерно в двух километрах от железнодорожного полотна. Как позже выяснилось, погибшим оказался пенсионер 38-го года рождения из Могилева, который был смертельно травмирован проходящим грузовым поездом. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти и наличия алкоголя, а также наркотических веществ в крови. Как правило, железнодорожные травмы – это достаточно тяжелые травмы. Они характеризуются отделением фрагментов тела, зачастую приводят к смертельному исходу. И отличительной особенностью этих травм является то, что человек долгое время может находиться на железнодорожном полотне до тех пор, пока его обнаружат. 8 января около двух часов дня в городском поселке Октябрьский недалеко от железнодорожной станции прямо на глазах у пассажиров дизель-поезда сообщением «Рабкор Бобруйск» был травмирован 53-летний местный житель. По словам очевидцев, мужчина при переходе железнодорожного пути никак не реагировал на приближающийся состав. И только небольшая скорость поезда позволила ему остаться в живых. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. За 2020 год зарегистрировано 9 подобных случаев травмирования граждан подвижным составом, из которых 8 случаев закончились летальным исходом. Из 8 этих погибших 4 у нас суицида, то есть люди расстались жизнью добровольно. Если сравнивать данные цифры с цифрами 2019 года, то можно сделать вывод, что благодаря работе целенаправленно всех субъектов профилактики мы добились значительного снижения числа травмированных на путях железнодорожных с 17 до 9. Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный ущерб. В первую очередь речь про невосполнимость человеческих потерь. Именно потому следует помнить, при приближении поезда необходимо проявить особую внимательность, переходить пути только в специально обозначенном месте. За нарушение этого требования кодексом об административно-правовых нарушениях предусмотрено денежное взыскание в размере до двух базовых величин. Понятно, что одними штрафами проблему не решить. Изменить ситуацию можно, если только каждый не будет забывать, что цена внимания – здоровье и собственная жизнь. Рестораны и кафе – места массового скопления людей, поэтому безопасность в них под особым контролем, как следствие регулярной проверки инспекторов МЧС. К одной из них, которая работала в областном центре, присоединилась и наша съемочная группа. За 2019 год на территории Гомельской области произошел один пожар в месте общественного питания. В 2020-м зарегистрировано 4 происшествия, 3 из них – в Гомеле. Вот несколько из них. В ноябре прошлого года загорелись подсобные помещения и терраса на территории бара по улице Белецкого, 4 в Гомеле. На тот момент в заведении находилось 8 человек. Администрация объекта эвакуировала их до прибытия подразделений МЧС. В результате повреждено имущество в помещениях и кровля террасы. И все из-за нарушения правил устройства и монтажа электрического оборудования. Еще один пожар зафиксирован в кафе в областном центре по адресу Косарева, 25. ЧП произошло в нерабочее время. Огонь повредил кровлю, частично имущество. Обошлось без пострадавших. Предполагаемая версия – нарушение правил эксплуатации электросети, электрооборудования или поджог. В придорожном кафе на 79-м километре трассы М-10 произошло возгорание в августе прошлого года. В МЧС сообщил бармен, до прибытия спасателей работники покинули здание самостоятельно. Когда сотрудники ведомства прибыли на место, кафе горело открытым пламенем. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Данные заведения были оборудованы системой пожарной сигнализации, молния. Тем самым сообщение о пожаре поступило на ранних этапах развития, что способствовало ликвидации данного возгорания на ранних этапах. Цель рейда в МЧС по местам общепита не допустить трагедий, подобно тем, которые случились в России в 2009-м в ночном клубе «Хромая лошадь» и торговом центре «Зимняя вишня». Тогда пожары унесли жизни 156 из 64 человек. Контрольные рейды прошли после этого по всей России и странам ЕАЭС. В Беларуси эта тема и сегодня под особым контролем. В местах общественного питания инспекторы обращают внимание на наличие огнетушителей и их срок годности, на аварийные выходы и доступы к ним, а также на знания правил безопасности сотрудниками заведения. В рамках рейда мы посетили три заведения. Организация проведения рейдов и мониторингов в таких заведениях общественное питание очень важна, потому что при проведении данных мероприятий еще раз мы беседуем с персоналом на предмет знания правил пожарной безопасности, как они будут действовать в случае возникновения пожара. Ресторан на улице Советской попал в наш список не случайно. В июле прошлого года здесь также произошло ЧП. Некто из жильцов квартир, расположенных над заведением, выбросил окурок. Он попал на утеплитель, который начал тлеть. Сотрудники заведения оперативно при помощи огнетушителя справились с огнем. По итогам сегодняшнего рейда этот объект хороший пример. Ходы и выходы в свободном доступе, план эвакуации и тревожная кнопка есть. Работники ресторана умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения. Мы регулярно проводим учения с нашим персоналом, а также профилактические беседы по безопасности. Постоянно проверяем огнетушители на срок годности и чтобы светились кнопки выход. Следующий объект рейда в сводке не попадал. В ресторане на набережной реки СОЖ сотрудники МЧС опрашивают официантов и барменов. Кто-то владеет всеми правилами техники безопасности, кто-то волнуется и отвечает сбивчиво. По результатам проверки нарушений не зафиксировано. Администрация заведения и инспекторы договариваются в ближайшее время провести учения в этом ресторане. Последней точкой рейда стал ресторан белорусской кухни по проспекту Ленина. Здесь знаки на месте огнетушители тоже. Сотрудники владеют техникой безопасности и правилами поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Все практические заведения, администраторы, которые мы посетили, знали и номера телефонов экстренных служб, и как действовать при возникновении малейшего возгорания, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и как эвакуируют случаи пожара людей. Поэтому именно в таких заведениях, если безопасность находится на высоком уровне, то посещение людей также гарантирует свою безопасность. Из тяжелых уроков всегда делаются тщательные выводы и принимаются дополнительные меры. Проверки продолжатся. Сотрудники ведомства будут регулярно посещать заведения общепита, чтобы предотвратить даже малейшие шансы для возникновения ЧП. Вероника Камзюкова, Сергей Комков. Специально для программы «Де Факто». День спасателей. 19 января. Совсем скоро в МЧС уже подведены итоги работы за прошедший период и сделаны выводы и определены задачи на 2021. Каким для спасателей Гомельской области был ушедший год? Удалось ли сделать его более безопасным и сколько жизней было спасено? Прямо сейчас об этом расскажет начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для работников службы МЧС ушедший год был непростым по всем направлениям. Что говорит статистика? Сколько жизней было спасено? В прошлом году произошло 979 пожаров. Это небольшое снижение в сравнении с предыдущим годом на 2%. Конечно же погибло 103 человека. А это уже статистика увеличения по сравнению с 2019 годом. В большинстве своем пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем. Это более 500 пожаров из всех тех цифр, которые я назвал. Очень много пожаров из-за неисправности электропроводки, неправильной эксплуатации печного оборудования. Ну и конечно же 33 пожара из всех этих цифр составили поджоги. В настоящее время еще есть такой бич у населения, когда вы решают, будем говорить, свои вопросы или проблемы путем поджогов. Это преимущественно автотранспорт? И автотранспорт, и сарай, и жилые дома. Что касается погибшим, практически 75 человек это были люди в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве из них это люди пенсионного возраста. Конечно же были и не работающие, но опять же в состоянии алкогольного опьянения. Это если вкратце говорить про статистику. Давайте поговорим про неисправность печного отопления. Эта тема сегодня очень актуальна, потому что наконец-то наступили морозы. Может быть, можно сказать, что дождались. Но что это значит для спасателей Гомельской области? Для спасателей Гомельской области это вообще ничего не значит. Морозы это просто элемент, будем говорить, прогноза погоды или метеорологических сводок. А как же повышенная боеготовность вперед? Спасатели Гомельской области, не только области, а всей нашей республики находятся в боевой готовности круглые сутки, 365 дней в году. Поэтому никаких, будем говорить, сложностей с наступлением морозов или каких-то других неблагоприятных явлений природных, для нас это ничего не значит. Поэтому мы всегда находимся на боевом посту круглые сутки, как я уже сказал. И на сегодняшний день это не те, наверное, морозы, которых мы можем вспоминать в былые годы. Ну, в годы нашей юности. Тем не менее, статистика последних дней уже говорит о том, что есть случаи пожаров из-за неисправности печного отопления. Люди все-таки перекаливают печь и не совсем до этим следят. За последние 14 дней, 15 этого года, уже погибло 6 человек. В предыдущем году было гибель 7 человек. То есть люди все-таки пренебрегают собственной безопасностью. И, конечно же, если уже коснуться перекала печей, такие случаи тоже происходят. Последний случай у нас буквально вчера был. В городе Мозыре женщина закрыла задвижку печи. Полный дом был дочит дыма. И по прибытию спасателей, значит, женщину спасли. И, конечно же, передали в учреждение здравоохранения. Это один из последних случаев, которые на сегодня есть. Печь – это вообще всеобъемлющее, будем говорить, очень древнее устройство для отопления собственного жилища. Но, конечно же, несоблюдение элементарных условий как раз приводит к тому, что происходит чрезвычайная ситуация. Хочется напомнить нашим телезрителям о том, что, конечно же, печь подготавливают в предсезонный период. Нужно ее побелить. Конечно же, нельзя разжигать легковоспламеняющими жидкостями, потому что, разжигая ЛВЖ, печь, не только загораются быстро дома, но и, как правило, быстро загорается дом. Бывает, что на людях загорается одежда, и они погибают. Либо с ожогами поступают в учреждения здравоохранения. Хочу сказать, что людей, которые получили ожоги только за прошлый год, это было более 35 человек. И как раз по причине собственного пренебрежения мерами безопасности, о которых мы в том числе рассказываем сегодня. Но подразделения МЧС и наша пресс-служба, Центр безопасности постоянно об этом говорят, работают с людьми. На сегодняшний день нету, скажем, наверное, тех, кто не интересуется информацией, людей, которым уже неизвестны эти элементарные правила. Сергей Анатолий, черкация пожаров и аварий часто зависит от оперативности работников вашей службы. И на это влияет такой фактор, как плотность припаркованных автомобилей во дворах. Сегодня это является проблемой для подразделений? Сегодня и последние годы это очень большая проблема подразделений. Скажу, что, наверное, техника, которая стоит у нас на вооружении, она очень тяжелая. Она на грузовом шасси. Скажем, это меньше, наверное, касается работников медицинской скорой помощи, работников милиции, потому что у них легковые автомобили. У нас техника, конечно же, тяжелая. И проезд по дворам, ну, скажем, мягко, очень ограничен. Это может быть внештатная ситуация для работников пожарной службы? Приведу пример, что вот в прошлом году, наверное, такой случай громкий на улице народного ополчения в городе Гомеле. Из-за невозможности подъезда нашей специальной техники, автолестниц, погибло три человека. Резонансный случай, конечно же. И как раз из-за того, что были припаркованы автомобили неправильно. Хотя при этом, наверное, скажу, что сегодня в советском районе города Гомеле достаточно стоянок, где можно поставить свои автомобили. Но при этом люди, наверное, просто не задумываются о том, что они кому-то могут помешать. А самое главное, это их машина может же им и помешать. Какое-то административное воздействие могут оказать работники службы МЧС? Ну, есть, поспособствовать этому против нарушителей? Мы очень плотно работаем с работниками государственной автомобильной инспекции, с милицией. И если мы видим, ну, будем говорить, невозможность проезда, конечно же, об этом сообщаем. А наши работники никак не могут административно повоздействовать, ну, будем говорить, на данные граждан, которые припарковали эти автомобили. Поэтому мы совместно с Управлением внутренних дел Паломинской области проводим совместные рейды, уступить дорогу спецтранспорту, да, не загромождать дворы. И, будем говорить, специально делаем ситуации для того, чтобы выявить вот такие случаи, ну, невозможности проезда. Сегодня на вооружении подразделения МЧС находится самая модернизированная спасательная техника. Обновляются пожарные части. Что вы можете об этом рассказать? На самом деле, сегодня государство уделяет большое внимание оснащению подразделений МЧС. Точно так же, как и Министерство по чрезвычайным ситуациям. В прошлом году мы приобрели 20 единиц пожарного, аварийно-спасательного оборудования вместе с автомобилями. И хочу сказать, что Гомельский обл. полком также в прошлом году приобрел лестницу, коленчатый подъемник 75 метров для спасения людей с таких высот. Это в республике, скажем, только второй автомобиль, который на сегодняшний день существует. Поэтому в нашем городе могут строиться уже дома до 24 этажей, и мы практически будем готовы спасать людей. Касаемо оснащенности зданий и перевооружению их, то большая работа за последние три года мы провели по модернизации зданий и приведение их в состояние того, когда это цивилизовано. Это цивилизовано. Это Брагинский район, Лоев, Хойники, Корма, Чечерск. Ну и, конечно же, вы, наверное, знаете, что в городе Гомель строится сегодня вот у нас на улице Головацкого и бульвар газеты «Гомельская правда» строится совместно с МЧС, значит, здания специализированных служб МВД и МЧС. Называется в 19-м микрорайоне. Совместно с манежем пожарно-спасательного спорта. Какие функции будет выполнять это заведение? Этот манеж в Гомельской области вообще единственный по своей сути. Конечно же, в республике уже это все было. И пожарные спортсмены пожарно-спасательного спорта из Гомельской области составляют как раз костяк сборной республики. И при этом у нас в городе Гомель и вообще в области не было такого манежа. Конечно же, скажем, при содействии губернатора эта работа проводится. И в этом году, уже в сентябре месяце мы планируем ввести вот этот долгострой уже в эксплуатацию. Сотрудники МЧС в Гомельской области много проводят мероприятий по уделению внимания молодежи. О правилах безопасности лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы знаем, что существует центр безопасности в лице МЧС. Но будут ли подобные учреждения не только в Гомельской области, но, может быть, в Гомель и в других райцентрах нашего региона? Останавливаясь на этом вопросе, отмечу, что, опять же, при помощи, конечно же, нашего областного исполнительного комитета, Совета депутатов, проводится работа по тому, чтобы сегодня в Гомельской области были внедрены и введены в эксплуатацию такие центры безопасности. Значит, планируется это введение в Мозыре, в Светлогорске, в Петрикове и в Жлобине. Ну и, конечно же, вот это здание, о котором мы говорили уже ранее, в 19 микрорайоне, там будет у нас центр безопасности, но он будет, будем говорить, для студентов, для молодежи. Именно не для детей, потому что у нас в лицее есть как раз для детей, а это для молодежи. И там планируется более 26 площадок. Сейчас мы разрабатываем, будем говорить, проект непосредственно создания этого центра безопасности. Но планируем к сентябрю месяцу также ввести этот центр безопасности в эксплуатацию. Конечно же, при помощи, опять же, нашего губернатора и всех заинтересованных служб. Я думаю, что он станет серьезным подспорьем в деле профилактики пожаров и других чрезвычайных происшествий, а также обучения молодежи. Профилактика и обучение молодежи – это, опять же, наша каждодневная работа, потому что подразделения МЧС – это, наверное, не только пожарные в прямом понимании, как люди думают. Это, опять же, водолазная служба, это и центр безопасности, это и центр пропаганды. И очень много, будем говорить, непосредственно людей, которые занимаются своим направлением. Но в целом мы охватываем все направления, которые есть в жизнедеятельности, в обиходе человека. Сергей Анатольевич, День спасателя уже совсем скоро, 12 января. Обычно это всегда праздник для горожан, для жителей города Гомеля и гостей. Работники МЧС организуют настоящее мероприятие, зрелищный такой вид и техника там присутствует, и аттракционы, и много-многое другое. Что-либо подобное в этом году можно ожидать или все-таки не позволит так масштабно отметить День спасателя эпидемиологическая обстановка в регионе? Вы правы, эпидемиологическая обстановка не только в нашем регионе, а во всем мире как раз приводит к тому, что мы должны ограничивать как-то массовое общение, гуляние, соблюдение дистанции. Но при этом все-таки в области будут проведены мероприятия, будут викторины, будут опять же программы на телевидении. То, что касаемо массового мероприятия, то в любом случае наш праздник совпадает с праздником Крещения. И, конечно же, купание в купелях, где подразделения наши будут осуществлять непосредственно дежурство, безопасность, в том числе и освот. И будут проведены концерты, конечно же, в подразделениях нашей области, торжественные мероприятия по выделению лучших спасателей. И, конечно же, хочу обратить внимание, что в День спасателя мы будем награждать не только наших работников, но и тех людей, гражданских, которые спасли ценой даже где-то собственных страхов, которые отодвинуты были на задний план, спасли людей. В этом году более 10 человек таких вот за 2020 год. Наверное, это символично, что, в принципе, каждый день работники МЧС проходят боевое крещение, выполняя непосредственно свои обязанности. И вот даже День спасателя это совпадает с Крещением Господним. Очень символично. Скажу, что нам приятно, что День спасателя как раз совпадает с Крещением Господним. И, как я хотел сказать, что, наверное, люди постоянно это понимают и чувствуют, что даже запоминается, что День спасателя и Крещение в один день. Наверное, это все Богу видно, что это все сделано не зря. Сергей Анатольевич, от лица коллектива телерадиокомпании «Гомель» поздравляю вас и ваших работников с праздником Дня спасателя. Пожелаю здоровья, благополучия в семьях, ну и, конечно же, легких дежурств. Вам слова. От себя лично хочу поздравить всех работников нашей республики, спасателей с этим праздником. Пожелать, конечно же, здоровья, успеха, благополучия в семье, всего самого наилучшего. Хочу, чтобы, наверное, наши подразделения всегда были готовы выполнить любую поставленную задачу, но при этом никому были не нужны. С праздником! Спасибо вам за службу. Я уверен, что так и будет. Спасибо. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»